Приветствую вас! Смотрите, какая получается вещь. Вы говорите про энергетическую привязку, да? То есть вы говорите, что вот, как избавиться от энергетической привязки к человеку. Но сам термин энергетическая привязка, он является неправильным, потому что есть эмоциональная зависимость, есть сексуальная зависимость, есть психологическая зависимость, что, в принципе, это практически одно и то же, то же самое, что и эмоциональная зависимость. Вот, то есть довольно много, довольно много терминов есть, вот, но то, что вот вы говорите, то как вы говорите, это вообще что-то непонятное немного, вот, поэтому, наверное, давайте мы с вами будем говорить о том, что вы не смогли, ну, вы не смогли отпустить мужчину до сих пор, да, не смогли от него как-то вот отдалиться до сих пор, не смогли как-то вот начать жить дальше, и это вам мешает жить очень сильно. Значит, вопрос, почему вы о нем думаете? Да, вот, это вот, наверное, самый такой прямо главный вопрос, почему вы о нем думаете, и, собственно, как вы говорите, что все остальные мужчины, да, они вас начинают раздражать, да, вот, и никого больше не хочется, никого больше не хочется, да, а хочется только вот как раз такого, как бывший, вот. Вот, и связано это во многом именно с вашими желаниями, с тем, чего вы хотите, связано это с тем, как вы удовлетворяете то, чего вы хотите, связаны с тем, как вы организуете то, чего вы хотите, и, соответственно, это и является, собственно, главной причиной и главным ответом на ваш вопрос. То есть, если вы правильно и адекватно оцениваете, почему вы расстались, если вы правильно и адекватно смотрите на то, вот вы расстались, значит, мы не зашли взглядами, значит, своего мужчину вы, допустим, не делаете счастливым, значит, ему нужно что-то другое, что-то другое ему нужно, значит, вы не можете дать ему то, что ему нужно, значит, ему там нужно что-то другое, да, что-то еще, То-то, чего вы едать ему не можете И, соответственно, если вы его любите То мы говорим здесь о том, что при наличии любви При наличии у вас любви к нему Можно говорить о том, что вы были бы рады за то, что он ушел от вас Он теперь счастлив, что ему теперь хорошо, например, и так далее Но вы ничего такого не делаете Вы, наоборот, переживаете из-за этого очень сильно И это говорит о том, что ваши желания, они неудовлетворены Должным образом, правильно, они неудовлетворены А удовлетворили вы свои желания через кого? Через этого мужчину То, что он вас будет за чего-то нужен И теперь вы застряли вот в этих вот своих желаниях Застряли в этих вот своих потребностях И не знаете, как вам дальше в них жить То есть себе нужно ответить на вопрос Что давал мне этот человек Что давал вам этот мужчина Что вы от него получали И почему сейчас вы это потеряли Понимаете, даже о любви нельзя говорить С вашей стороны Потому что если бы была любовь у вас к нему То вы были бы довольны тем, что мужчина Я уже сказал, мужчина все в порядке Если бы была любовь Но от этого испытывать это зависимость Зависимость это всегда по предности Зависимость это по предности Либо наложение, например, своих желаний На позицию взрослого На позицию родителя То есть вы считаете, например Ну вот, вы можете считать Например Что вам должны То есть что Мужина он должен Он должен, а вам Там Ну Что-то Вот что-то он вам должен Вы считаете То есть что Ну, например Вы считаете Что он вам Не знаю Должен Должен Например Вы считаете Что он вам должен Вот то, чего вы хотите Хотите от него получить Допустим 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 Банальный Такой Пример Вот Или вы считаете Что Больше Там Не получите, например Не от кого То, что Вам Ну, то, что вы хотите То есть Может быть В принципе Очень много Таких вот Установок Которые Не позволяют Вам Уйти От него Установка Это Такая Вот Готовность Установка Это Готовность К Переживаниям Установка Это Готовность Переживания По поводу Тех или иных Обстоятельств Тех или иных Культурных ценностей И так далее Вот Ваши установки Некий Ваши Вгляды Некие Ваши Убеждения Ваши Ну Может быть Точка Точка Дрения На Определенные вещи Там Да И так далее Вот Вот Это Нет Вам Не позволяет Не позволяет Вам Лид Да Ну И естественно Причина Этого Тоже Есть Ваши Скорее Сего Эти причины Они Связаны Не С молодым Человеком Не С мужчиной Вообще Не за Сом Ребенка Они Связаны А Скорее Всего Причины Этого Кроется Вашем Детстве Потому Что Вы Не Можете Удовлетворить Свои Попленности Так Что Вам Мужчина Обязательно То Что Вы Продолжаете Сравнивать Это Говорит Ладно То Вы Пытаетесь Получить От Других Мужчин То Что Вы Получали От Бывшего И Вы Говорите Об этом Прямо Практически Вы Говорите Что Хозяин Такого Как Бывший Ну почему Такого Как Потому Что Мне С ним Хорачивало Потому Что Мне С ним Что Мне С ним Приятно Мне С ним Удобно Говорите Ну Это Это Ваши ощущения Знаете Ваши ощущения И Вам Эти ощущения По крайней мере На начальном Этапе Можно Реализовывать Самостоятельно То На начальных Никто не может И не должен Помогать В этом Это Может быть Жестовка Это Может быть Неприятно Но Это Если Не хотите Кроме того Вы же Как-то Расскали с ним Или Я не знаю Поссорились с ним Или Просто Приняли решение Там Разойтись И Это Решение Оно Чем-то Обусловлено Правильно Но Вы Уже Получается Как-бы Забыли Вы Забыли Вы О том Что Это решение было Чем-то Обусловлено Забыли Почему Потому Вы Попробуем И Попробуем Итак Первое Значит Первое Почему Вы Настали Мужики Это Первый Момент Второй Момент Это Эммм Какая Ответственность Чья ответственность Каждого Из вас В чем Ответственность Ключается Каждого Из вас В этой Вот Ситуации Ситуации Когда Вы Рассказывались То есть Кто ответственный За что За кто ответственный Вы Вы За кто ответственный За кто ответственный Ага Мужина И так далее Что Вами Двигало При Расставании Что Им Двигало При Расставании На Эти Вопросы Для начала Не ответить Ну а Дальше Работать Работать Именно В направлении того Чтобы Вы Старались Опустить Его Ну Опустить Мужину Вот И Жить Дальше Для Этого Нужно все Свои Вопреки Суду Для Этого Нужно Проектировать Его Поведение На себя И Тогда Вы Будете Открыть Для Новых Отношений Кроме Того В обязательном порядке Насходимо Чтобы Вы Подумали Вообще На Позже Чего Вы Знакомитесь с Мужинами То есть Как Вы Себя Прозиционируете С Этими Мужинами Вы Знакомитесь Чтобы Познакомиться И Выбираете Мужин Вот С этим Я Буду Встречаться С этим У меня Может Что-то Получиться Например А С этим Ничего не получится Вот Или Вы Знакомитесь Все-таки Для Того Чтобы Узнать И Знакомитесь Вы В процессе Деятельности Какой-то Ну Это Вот Очень Важный аспект На который Нужен Роман Ведет Вообще Как правило При Зависимости То есть Когда Желания Как бы Накладываются На Другие Сферы Человеческой Активности То есть Вот Вы Хотите Вам нужно что-то Вы Этому Подчиняете Все свое Поведение Так Вот Как правило В этих случаях В этой ситуации При Таких Вот Моментах Обычно Рекомендуют Длительную Длительную Терапию Длительную Регулярные Консультации С психологом Для Того Чтобы Помочь Вам Личностно Вырасти И поменять Свои Представления О Себе Об окружающих О мужчинах В частности И Учиться Видеть Именно Свою ответственность В том Что происходит Это Вот Такие Очень Важные Моменты Которые Необходимо Вам Понять Которые Необходимо Вам Для себя Выявить И Постепенно Будете Избавляться От Зависимости То есть Это Не Происходит Так Что Мы Сейчас Вам Что-то Рассказываем И Выбавим Это не работает Рассказ Рассказ Это Процесс Это Состояние Это Эмоциональный фон Это Определённое Направление В мышлении И Всё это Удобную Сумму Чтобы Нормально И Работаете Раз в неделю Два раза в неделю Лучше Два раза в неделю Не потому что Больше А потому что Эффект Так будет Быстрее На этом Всё Надеюсь Что помог Вам Если У Вас Остались Дополнительные Вопросы Пишите В личку Буду рад помочь Вам А если Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете его Лучше Желаю Вам всего Самого доброго И удачи